Предприятием племенного животноводства будет оказана дополнительная помощь на заготовку кормов в рамках единой субсидии. По Балкомсельхозе в эти дни идет прием документов от этих хозяйств. Формируется нормативно-правовая база для того, чтобы поддержать и тех, кто занимается товарным животноводством. Эти меры направлены на обеспечение зимовки и сохранение поголовья в условиях засухи. В этом году она помешала запастись кормами в необходимых объемах. И, конечно, более уверенно себя чувствует там, где имеется орошение. Из Среднях Тубинского района репортаж Лариса Лазука. Александр Соловьев свое молочное производство начинал с одной коровы. Спустя 17 лет их более тысячи. Породистые галштинофризы. Ферму пришлось расширять. Новый корпус уже годится для стойлового содержания летом. Его уже частично заселили. Осенью подготовят к зимовке. Здесь осталось только воду. Пять ворот поставить с этой стороны, пять ворот стоит. И натянуть сетку москитной пленкой. Все. Каждая корова здесь дает в год до 6,5 тонн молока высокого качества. Имеет значение и технология дойки, и содержание самого стада. У нас практически все стадо галштино. Галштино хорошо дают на сочных кормах. И сами видите, коровы в хорошем состоянии. Коров здесь на выпас не гоняют. Кормят круглый год. В рацион входит и фураж. Его выращивают сами. Но в этом году из-за засухи весь ячмень погиб. Зерновые мы полностью потеряли. Сено, как по оценке администрации района, у нас потребность района 5000 тонн сена. Вырастим, соберем всего максимум 3000 тонн. 2000 тонн будет не хватать. Дефицит сена будет ощущаться. Зерновые, ну на фураж я попал. 2000 тонн придется докупить. Надеемся, вдруг нам субсидии дадут или компенсируют. В ряде районов сено не доберут. Темпы и объемы заготовки кормов на контроле в Комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Сформирована дорожная карта мероприятий, направленных на обеспечение зимовки. Принято решение в рамках единой субсидии оказать дополнительную поддержку предприятиям, занимающим животноводством. Это прежде всего племенным предприятиям и предприятиям товарным. С 20 по 30 число июля месяца уже принимаются документы от племенных предприятий. Будут оказаны дополнительные выплаты к тем, которые были сделаны в начале года в размере 20%. Сейчас готовится изменение в нормативные документы по товарным хозяйствам. Мы также там хозяйствам, которые получили поддержку за реализованные продукции животноводства, порядка 20% доплатим немножко попозже, когда будет готово нормативный документ. В этой ситуации более уверенно чувствуют себя хозяйства, которые имеют возможность сами производить сочные корма. Здесь орошение под кормовые появилось три года назад и стало гарантией стабильного производства молока. Мелиорация в молочном и мясном животноводстве – это всё. В 2015 году мне субсидировали 70% и вернули. Эта ёмкость предназначена для силоса. Она вмещает 10 тысяч тонн. И в этом фермерском хозяйстве её и в этом году будет чем занять. В степи под орошением подрастает кукуруза. Она уже под два метра. И как только початки достигнут молочной спелости, её начнут убирать.